Владимир Владимирович, просто молчи лучше. Огромная вина в первую очередь самого президента Российской Федерации. Друзья, всем привет. Ну что, этот день настал. Гиркин называет Путина тряпкой и говорит, закрой рот. А Путина начали вытирать ноги уже в самой России другие военные преступники. Вот что ордер на арест делает. Сейчас подробнее о ситуации на фронте и о новом нытье Гиркина. А это верная примета больших проблем у России и у российской армии. Вы не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий. Не забывайте, что все средства от монетизации канала идут с Бройным Сылом Украины. И вы можете в этом принять участие. Примите обязательно. Начинаем, друзья. Очень интересное видео записал Гиркин. Ну, честно говоря, такого еще не было. Для начала, для затравочки, хочу показать вам кусочек, где он говорит о спичрайтерах Путина. Пусть уже закроют рот, потому что им стыдно слушать его. Посмотрите. Мой его спичрайтер. Молчите. Пусть он вообще молчит, не открывая рот. В данной ситуации это намного полезнее, чем бормотать глупейшие оправдания, над которыми можно только смеяться. Потому что это единственное, даже для нормальных патриотов России, это единственная возможность не плакать. Это смеяться над такими высказываниями. Но он дальше на этом не останавливается. Гиркин дальше просто говорит. Путин, закрой рот. Послушай. Заткнись. Владимир Владимирович, заткнись просто. Молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно. И за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Сейчас, поверьте на слово, даже если это случится, и даже если я буду к этому моменту жив, здоров и на свободе, я не буду злорадствовать ни разу. При всем том понимании, глубочайшем понимании, что если это произойдет, как и в том, что уже произошло, Огромная вина, в первую очередь, самого президента Российской Федерации. Который даже сейчас ведет себя так, как будто он не президент огромной исторической страны с тысячелетней, более чем тысячелетней историей. Какая-то вот тряпка. Ну вот такая история. То есть вообще тряпка, называют его тряпкой. Говорит, закрой рот. Ну фантастика. Еще недавно Путин был полным хозяином на России. И там все, что угодно могло быть. Но вот такое, так открыть рот, конечно, это было невозможно. Сегодня это все происходит на наших с вами глазах. Почему? Да потому что полный провал и развал. И об этом тоже говорит Гиркин. Ждут наступления ЗСУ. И они уже прямо трусятся. Послушайте, как Гиркин рассказывает, как ударят и со всех сторон. И что вообще будет. Ударов, ударами ракеты и так далее и тому подобное. Фактически враг готовит большое наступление. И сколько до него осталось, мы не знаем. Может быть середина апреля, а может быть и ударит раньше. Есть подозрение, что все-таки дождутся апреля. Потому что бить будут они, скорее всего, сразу на многих участках. Где-то удары будут отвлекающие. Где-то решительные. Может быть один-два главных удара. И три-два-три вспомогательных. А в это время какие же успехи у самой российской армии? Ну вот Гиркин говорит. Возьмут ли Бахмут, он говорит. Я не знаю. А Вагнер, собственно, исчерпался его потенциал. Послушайте. Удастся ли взять Бахмут в ближайшие дни и недели, тоже сказать точно не могу. Могу сказать только, что силы ЧВК Вагнера в значительной степени исчерпаны. Это неудивительно, учитывая, что три месяца ожесточеннейших боев на 30-километровом фронте способны обескровить любые пехотные соединения. Даже самые боеспособные, любые штурмовые соединения, которыми является Вагнер. Ну а Марьенко, Углидар, Гиркин говорит, что это вообще провал и ничего не получилось. И это уже можно констатировать. Послушайте еще Гиркина. Но по итогам именно сейчас наши войска пытаются достичь хоть каких-то существенных оперативных результатов, которых не смогли достичь за всю зиму, начиная с декабря и по конец февраля. Уже можно сказать, что под Углидаром и в Марьенке наше наступление закончилось неудачно. Ну сегодняшний Гиркин просто какой-то как бальзам на душу. И что же происходит? Да происходит все очень просто. Кстати, это далеко не только один Гиркин. Вон еще другой пропагандист говорит, да взятие Киева как до Луны и вообще и вы там Марьенку взять не можете. Послушайте. Во-первых, до взятия Киева, коллапса или развала киевского режима, как до Луны. В ближайшие годы этого не будет. И вообще, возможно, никогда не будет. Это первое. Второе, ну, в невозримом будущем. Марьенку не можем взять. Речь идет о том, что Киев сдастся и тогда Польша захватит какие-то области на западе Украины. Что же произошло? Друзья, ну Гиркин это безусловно одна из башен Кремля и поэтому он так много себе позволял и позволяет. И это означает, что какая-то башня Кремля уже готова обрушиться на голову Путина. Как минимум они от него отползают и уже из него делают козла отпущение. Не он делает из всех козлов отпущение, а из него делают козла отпущение. Это, друзья, ну, очень-очень показательно. И это об очень многом нам с вами говорит. Ну, просто об очень многом говорит. И, конечно, о перспективах. Если они уже внутри Кремля, они-то видят больше, чем мы с вами. Понимают, что крах не просто там приближается, а что он очень близок. Конечно, это о многом говорит. И, конечно, крах приведет к тому, что они начнут мочить друг друга с просто колоссальной энергией. И до этого взаимного махача и взаимного истребления остается уже, собственно говоря, совсем недолго. Вот о чем нам говорят эти видео Гиркина и истерика, которую он устраивает. Ну, а вам я предлагаю ее насладиться. Я думаю, что этот YouTube можно просмотреть даже еще раз. Ну, он действительно приятен. А до полного развала и междоусобицы в России остается, похоже, совсем недолго. Три, два, один. Держим строй, друзья. Победа будет за нами.